Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 20 сентября 2024 года полномасштабная война продолжается уже 940 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Правительство Швеции решило увеличить военные расходы. Опубликован проект бюджета страны на 2025 год. Румыния, Польша и Латвия призвали НАТО усилить противовоздушную оборону Альянса на его восточных границах в связи с возросшей угрозой со стороны России. Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения на использование западных ракет по территории России. ЕС даст Украине кредит в 35 миллиардов евро, используя поступление от замороженных активов России. Чем больше оружие НАТО даст Украине, тем больше вероятность мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с прощальной речью. Нет и не может быть никакой альтернативы миру. Никакой заморозки войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закончил работу над планом победы в войне с Россией. Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь. Дизайн построссийских пространств и его влияние на макрорегионы Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Это была тема прошедших на Тайване очередных встреч под эгидой форума свободных народов пост-России. С какой стати русские хотят решать за других? Евгения Чирикова о деколонизации России. Кто здесь из фейков зажигает пламя? В нашем эфире Виталий Гинсбург о нездравом смысле происходящего конфликта в российской оппозиции. Исторический календарь. 17 сентября 1939 года началось полномасштабное советское вторжение в Польшу. СССР вступил во Вторую мировую войну. 19 сентября 1944 года было подписано Московское перемирие, завершившее военные действия между СССР и Финляндией в ходе Второй мировой войны. Почему нельзя недооценивать российские спецслужбы и как им противостоять? В продолжение нашей программы мы предложим вашему вниманию стрим на канале форума Свободной России с участием историка, соавтора книги ФСБ «Взрывает Россию» Юрия Фельштинского. Очередной 13-й форум Свободной России пройдет в Вильнюсе 4-5 октября. Форма для регистрации участников размещена на сайте и в медиафорума. Репост вы можете найти в телеграм-канале нашего радио. До встречи на форуме в Вильнюсе. Шведское правительство решило увеличить военные расходы. Увеличение расходов на оборону почти на 13 миллиардов шведских крон, предусмотренного в законопроекте о бюджете на 2025 год, сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции на официальном интернет-портале государственных органов. Правительство предлагает увеличить военные расходы почти на 13 миллиардов шведских крон в общей сложности с предыдущими решениями. Это соответствует увеличению примерно на 10% по сравнению с расходами 2024 года. Предложение означает, что ассигнование на военные нужды в 2025 году составит в общей сложности 138 миллиардов шведских крон. Указано, что планируется и далее добавлять средства на военные расходы, которые будут направлены на реализацию будущего законопроекта всеобщей обороны на 2025-2030 годы. С учетом дополнений, расходы на оборону в 2025 году по прогнозам НАТО составят около 2,4% от ВВП, а к 2028 году около 2,6% шведского ВВП. Законопроект о развитии всеобщей обороны планируется внести в шведский парламент до конца 2024 года. В документе будет предложено значительное увеличение военных расходов на 2025-2035 годы в соответствии с отчетом Комитета обороны и укрепления обороноспособности от 26 апреля 2024 года. Некоторыми важными принципиальными отправными точками в предстоящем законопроекте о всеобщей обороне будут интеграция Швеции в НАТО, учет опыта Украины, влияние возросшей важности технологий на современное поле боя и другие моменты. Финансовые дополнения к военным расходам в законопроекте о бюджете на 2025 год обеспечат, среди прочего, повышение боеспособности вооруженных сил Швеции. Средства будут направлены на персонал, оборудование и инфраструктуру. Наиболее важной основой набора вооруженной силы по-прежнему остается базовое образование вкупе с призывным. Подчеркивается, что число призывников должно продолжать постепенно увеличиваться. На 2025 год поставлена цель обеспечить базовую подготовку 8 тысяч призывников. Ожидается, что Швеция будет активно участвовать в мероприятиях НАТО. Например, Швеция намеренно внести свой вклад в передовое присутствие НАТО в Латвии. Кроме того, при одобрении Риксдага, Швеция будет способствовать воздушному наблюдению НАТО и вносить вклад в постоянные морские силы военного альянса. Подчеркивается, что Швеция также увеличит поддержку Украины. Объем военной поддержки составит за 2025-2026 годы 75 миллиардов шведских крон или по 25 миллиардов шведских крон в год. Увеличение военных расходов в законопроекте о бюджете на 2025 год поможет обеспечить более амбициозную и долгосрочную поддержку Украины, что находит поддержку в стране. Румыния, Польша и Латвия призвали НАТО усилить противовоздушную оборону на воздушных границах Альянса. Министры обороны Румынии, Польши и Литвы призвали руководству НАТО усилить ПВО на восточных границах в связи с возросшей угрозой со стороны России. Как предает Дельфис о ссылке на агентство ЛЕТА, главы оборонных ведомств трех стран подписали письмо к членам НАТО, в котором напомнили, что в последнее время в восточноевропейских странах произошло несколько рецидентов с российскими беспилотниками. В том числе они залетали на территорию не только соседних с Украиной и Румынией, Польши, но и Латвии. Министры считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленнолетящие объекты, и ротация ПВО должна быть введена немедленно. В среду в Румынии состоялась встреча министров обороны стран так называемой «Бухарестской девятки» — группы восточноевропейских государств, которые входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Как передает роутер с министра обороны Румынии Ангер Тылвер, призвал НАТО дать жесткий ответ на инциденты, когда российские ракеты и дроны залетают в воздушное пространство членов Альянса. При этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что во время будущей встречи глав оборонных ведомств НАТО в октябре необходимо обсудить возможность уничтожения дронов, которые пересекают границы стран блока. 9 сентября руководство вооруженных сил Латвии сообщало, что под городом Резык не потерпел крушение российский дрон, и он был начиненным взрывчаткой беспилотником типа «Шахет». Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения на использование западных ракет по территории России. Депутаты Европарламента вчера приняли резолюцию, в которой в частности содержится призыв к странам ЕС снять ограничения, не позволяющие Украине использовать западные системы вооружения против военных целей в России. В поддержку документа проголосовали 425 депутатов, 131 были против, еще 63 воздержались. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. В документе подчеркивается, что без снятия ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется уязвимой для атак на гражданское население и инфраструктуру. Ожидалось, что такой запрет может быть снят после переговоров британского премьера Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в минувшие выходные, однако по итогу встречи явного решения не было принято. Стармер заявлял, что разговор будет продолжен в Генеральной Ассамблее ООН через несколько дней с участием более широкого круга лиц. Европейский Союз даст Украине кредит 35 миллионов евро, планируя, используя для этого поступление от замороженных активов России. Глава Европейской комиссии Урсуровон Дэд Ляйн сообщила во время своего визита в Киев, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро. Предполагается, что эти средства будут направлены украинским властям за счет процентов от активов России из замороженных в Евросоюзе. Беспрерывные российские атаки означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств Большой Семерки. Это очередной большой вклад в ЕС в восстановление Украины, написала фон Дэр Ляйн в сети Экс. В пятницу глава Еврокомиссии находится с визитом столицы Украины, где проводят переговоры с президентом Зеленским. «Теперь мы уверены, что можем быстро направить этот кредит Украине, кредит, который поддерживается прибылью от замороженных российских активов», — сказала фон Дэр Ляйн на совместной пресс-конференции с украинским президентом. В июне этого года страны Большой Семерки одобрили механизм, по которому Украина должна получить кредит до 50 миллиардов долларов. Он должен погашаться из будущих процентов замороженных российских активов. Еврокомиссия сообщает, что эти средства будут использованы для финансирования украинского государственного бюджета, потребности которого значительно выросли из-за российской агрессии. Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США являются важнейшими финансами и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским Союзом в целом, составляет около 325 миллиардов долларов. Представители западных стран подчеркивали, что речь идет не об изъятии российских активов, а Украина получит лишь проценты от них. По данным газеты Financial Times, изначально планировалось, что для каждого из членов «семерки» при выделении Украине 50 миллиардов долларов будет соответствовать их экономической помощи. Таким образом, ЕС и США должны были направить Киеву по 20 миллиардов долларов, остальное — Канада, Япония и Великобритания. Чем больше оружия НАТО даст Украине, тем больше вероятность мира. Генеральный секретар НАТО Йенс Столденберг в своей прощальной речи перед уходом со своего поста заявил, что достижение мира в Украине парадоксальным образом зависит от количества поставляемого Киеву оружия. Столденберг также отметил, что мирные переговоры предстоит вести с участием России и выразил уверенность, что Украина станет членом Альянса. «Военная мощь — необходимые условия для диалога», — сказал Столденберг. «Мы должны разговаривать с нашими соседями, как бы трудно это ни было. Но диалог работает только тогда, когда он подкреплен сильной защитой. Это хорошо видно на примере Украины». «При этом у военной мощи есть свои ограничения, что хорошо видно на примере Афганистана», — добавил Столденберг. «Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не может получить желаемые силой и сделать это настолько дорогостоящим, что ему придется признать, что Украина имеет суверенное демократическое право сохраниться, как суверенная демократическая страна», — продолжал он. «Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прикатить войну. И чем надежнее наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война». По мнению уходящего Генсека Альянса, любое будущее соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения прочного мира. Столденберг также ответил, что устойчивой безопасности в Европе без стабильной Украины нет и не может быть, а прочной безопасности для Украины не может быть без ее членства в НАТО. Двери в НАТО открыты, сказал он, и Украина в него вступит. Украина полностью подготовила план победы в войне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закончил работу над планом победы в войне с Россией. Ранее он сообщал, что такой документ готов на 90% и вскоре будет передан союзникам. «Уже полностью подготовлен наш план победы, все пункты, все ключевые акценты определены, необходимые дополнения с деталями к плану, все проработано. Самое главное теперь решительность реализовать», – сказал Зеленский в своем ежевечерном обращении. На этой неделе представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен был проинформирован об элементах украинского плана по оказанию давления на Россию с целью прекращения войны. В августе Зеленский говорил, что план Украины включает в себя дополнительные шаги на дипломатическом и экономическом фронте, включая мощный пакет принуждений России к окончанию войны дипломатическим путем. В своем обращении в среду Зеленский также подчеркнул, что его план не предполагает замораживания конфликта в какой-либо форме. «Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или каких-то других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и долгосрочная поддержка для Украины, а значит и для всей Европы», заявил президент Украины. Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Зеленского о том, как закончить войну, сообщил постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфельд, открывая новую сессию Генеральной Ассамблеи ООН, проходящую в настоящее время. «Мы видели мирный план президента Зеленского, мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать, и нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Мы надеемся достичь определенного прогресса, вот для чего мы здесь», — цитирует «Голос Америки». Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь. «Российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения», — предупреждала Международное энергетическое агентство ИЭА, и призвала Запад активнее помогать Украине. Евросоюз обещал выделить 100 миллионов евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений незамедлительно по этому вопросу. «Ситуация в Украине — один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире», — сказал глава ИЭА Фатих Бироль. «Энергетическая система Украины пережила две последние зимы благодаря стойкости и мужеству, изобретательности ее народа и солидарности международных партнеров. Но эта зима станет самым суровым испытанием», — сказал Бироль, представляя в четверг итоги инвентаризации ущерба от российской агрессии и список из десяти рекомендаций, как избежать коллапса. Первые две военные зимы выдались мягкими, но сейчас нагрузка на систему огромна, и Украина все больше зависит от трех оставшихся действующих атомных электростанций и перегруженных линий электропередачи между ними и крупными городами, расположенными ближе к линии фронта на востоке страны. Даже летом Украина столкнулась с дефицитом. А с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и импорта 1,7 гигаватта электроэнергии из Европы, дефицит поставок может составить 6 гигаватт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании, говорится в отчете энергетической организации. Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания несут дополнительные риски. Если энергосистема не справится, пропадут и свет, и тепло, и вода. Это чревато новой волной миграции из Украины в Евросоюз и внутриполитическими проблемами, предупредил глава ЕА. Помимо серьезных проблем с энергоснабжением и отоплением жилья, больницы, школ, будут перебои со связью, люди начнут уезжать в поисках убежища тепла. Все это может выйти за рамки социальных и энергетических вопросов и иметь большие политические последствия, сказал Бероль. Но призыв энергетической организации немедленно откликнулся Евросоюз, где временное убежище получили уже 4,3 миллиона украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с Беролем пресс-конференции объявила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на подготовку украинской энергетики к зиме. Через две недели начинается отопительный сезон, одновременно с похолоданием. Европейский союз готов увеличить помощь Украине, сказала фон дер Ляйен. Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправляюсь в Киев, где обсужу эти вопросы лично с президентом Владимиром Зеленским. Сегодня я могу объявить, сказал он от фон дер Ляйен на прошедшей неделе, что мы дадим еще 160 миллионов евро для подготовки к этой зиме, 60 миллионов гуманитарной помощи на оборудование и обогрев убежищ, например, сказала глава Еврокомиссии, и еще 100 миллионов на ремонт и возобновляемые источники. Эти деньги выделены из доходов от замороженных российских активов в ЕС, потому что справедливо, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила. Дизайн построссийских пространств и его влияние на макрорегионы Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии. На Тайване завершили встречи в рамках мероприятия, проводившегося форуму свободных народов построссии. В дискуссиях и выступлениях приняли участие не только представители колонизированных регионов и республик России, но также политики-публицисты и общественные деятели ряда государств Европы, Америки и Азии. По итогам обсуждения принята декларация. Вот ее ключевые тезисы. Первое. РФ и КНР должны подвергнуться полной деколонизации. Второе. Все территории государств, которые в настоящее время оккупированы в соответствии с границами, прижимыми международным правом Москвой и Пекином, должны пройти процесс деоккупации от японских Карафута и северных территорий до украинских Крыма и Донецка. Должна быть оказана всесторонняя поддержка военному сопротивлению Украины в агрессии Московской империи. Это важнейшая на сегодняшний день цель для всего свободного мира. Победа украинской нации, общества и армии станет наиболее эффективной защитой от попыток разжечь новые театры военных действий, альянсам диктатур против свободных государств на Западе и независимых азиатских стран. Необходимо построить более тесный транс-тихоокеанский альянс, который сможет лучше координировать защиту всех стран от империализма московицко-российского и коммунистического Китая. Выступления участников в открытой части мероприятия доступны на странице форумов свободных народов Построссии в YouTube. С какой стати русские хотят решать за других? Евгения Чирикова о деколонизации России. В начале сентября Юлия Навальная выступила на стратегическом форуме в Словении с речью о том, как им она видит будущее России. В этой речи она упомянула тему гипотетического распада России и высказалась о ней негативно, обвинив деколонизаторов в желании искусственно разделить людей с общим бэкграундом и культурным контекстом. Это высказывание вызвало горячее обсуждение в соцсетях и публичную реакцию со стороны активистов, которые обвинили Навальную в имперских взглядах и нежелании понять проблемы коренных народов. В то же время в среде российской оппозиции, не связывающей себя с национальными и региональными движениями, эта речь практически не вызвала критики. Редкое исключение – экологическая активистка, защитница Хинкменского леса, член Совета Форума Свободной России и Координационного Совета Российской Оппозиции, основательница движения «Активатика» Евгения Чирикова, которая записала видео с подробной критикой антиколониальной позиции Навальной. Издание «Идильреалии» побеседовало с Чириковой об ее взглядах по вопросам деколонизации, самоопределения народов и будущего России. Некоторые фрагменты этого интервью. «Идильреалии. Вы заявили, что не согласны с основами Юлии Навальной о неестественности проекта деколонизации и о том, что распад страны невозможен и не нужен из-за общего бэкграунда и культурного контекста ее жителей. Значит ли это, что вы поддерживаете движение за независимость регионов?» «Я не считаю, что нормальная Россия будущего, про прекрасную Россию будущего сейчас и говорить ты совестно, обязательно должна разделиться на мелкие части», — говорит Евгения Чирикова. «Если все участники этой Новой России будут согласны продолжать жить вместе, в этом нет никакой проблемы. Для меня принципиально важно, чтобы у народов было право покинуть Федерацию, если они этого захотят, и чтобы их за это не убивали, как сейчас это происходит с Украиной. Распад России — необязательное условие будущего счастья, просто должна быть такая возможность. Строители Новой России должны очень хорошо постараться, чтобы убедить коренные народы. Для них будет место, с ними будут считаться, им это будет выгодно. Трудно будет найти аргументы, если учесть, что с ними вытворяла путинская Россия. Высасывание ресурсов, обескровливание регионов, отправка людей на чужую войну». Читайте подробнее по ссылке, имеющейся в телеграм-канале, в сообщении «Идиль Реалии». Репост мы приводим в телеграм-канале нашего радио. Кто здесь из фейков зажигает пламя? В нашем эфире Виталий Гинсбург о нездравом смысле происходящего конфликта в российской оппозиции. «Есть все основания полагать, что смысл происходящего нездравый. Кто здесь из фейков зажигает пламя? Сложно понять, когда бессмысленный и беспощадный процесс кипения русского ума по Ивану Петровичу Павлову в русской же морали, по мотивам произведений великих русских сатириков, приведет к какому-то результату. Но наблюдать за ним – это ни с чем не сравнимая пища для ума. Особенно, если посмотреть на ситуацию с позицией не морали или морализаторства, а здравого смысла, как бы поступили в этой ситуации здравомыслящие люди. Получив угрозы или заслуживающую внимания информацию о них, такие люди, естественно, обратились бы в полицию и при необходимости попросили бы охрану. Что такое реальная угроза для жизни людей, которые каждый день мужественно сражаются с кровавым путинским режимом или выполняют его деликатное поручение по дискредитации неугодных ему европейских политиков и вдруг испугались шипения и слово «ведьма» – это отдельная тема. В данном случае, если мы считаем Волкова, Певчих и компанию успешными оппозиционерами, а не просто здравомыслящими, а еще и профессиональными расследователями, то такой алгоритм действий тем более не имел бы альтернативы. Но мы имеем дело с людьми неоднозначной репутации, вечно собирающими деньги, в том числе от однозначных негодяев, которые увидели не просто реальную угрозу, а угрозу, исходящую от человека, не просто располагающего значительными средствами, а являющегося одним из бенефициаров выигранного суда против России на десятки миллиардов долларов и реализующего эти права. В подобных случаях здравомыслие подразумевается вдвойне. Упомянутая кампания поступила ровно наоборот. Вот скриншоты скриншотов, переписки без телефонов и других подтверждений, и эскалация медийного шума, неправовые претензии и давление, генерализация любой мелочи. Следовательно, есть все основания полагать, что смысл происходящего нездравый. Тогда в чем он состоит? Я неоднократно писал о том, что ФБК – это инструмент Кремля по управлению популизмом. Но кроме этого, ФБК – это прежде всего бизнес. Соответственно, получив информацию и видя перед собой якобы неопровержимые доказательства, а это первичные носители информации, по логике вещей они должны были предпринять все усилия для их получения. С их слов, они у них запросили шестизначную сумму, которой якобы не нашлось. Это ложь. Даже та часть информации, которая стала достоянием гласности, свидетельствует о том, что они располагают и средствами, и схемами, как обычный российский бизнес, в том числе и 90-х. Хотя и действуют не в России. Более того, они располагают возможностями беглых банкиров про бизнес-банка, а также Юлии Навальной, которая возглавила крупный фонд. Следовательно, не платить деньги – это было их бизнес-решение. Оно могло быть принято лишь в двух случаях. Либо они не были уверены в достоверности этой информации, а в таком случае каков смысл воспроизведенного шума. Либо они были уверены в недостоверности этой информации, в таком случае генерируемый ими шум приобретает совершенно другой смысл, в том числе и юридический. Теперь интересно понять смысл со стороны ФСБ. Владимир Пастухов написал об успешной операции 6-го отдела. Не 6-й службы, как в версии Альянса верификаторов, а именно 6-го отдела одной из служб ФСБ. Их успех не вызывает сомнений. Но только с одной стороны. Если бы все было ровно так, как солирует Мария Певчих, то они бы получили эту информацию в полном объеме и бесплатно. Эффект в таком случае того бы стоил. Однако в таком случае ФБК никому не потребовался, а информацию, скорее всего, подбросили бы в более солидную организацию, возможно, даже напрямую, правоохранительные органы западных государств. Но первичные носители информации отсутствуют. И не из-за торга, а из-за того, что реально все это дальше Russia Today не могло бы пройти при независимой серьезной верификации. В таком случае возникает закономерный вопрос. Каков смысл в эту довольно неплохо организованную провокацию вложило ФСБ? Зачем они потратили ресурсы? Российская оппозиция, даже не задумываясь, отвечает на этот вопрос в зависимости от политических предпочтений. Для дискредитации, либо близкой им по духу стороны, либо обеих сторон одновременно. В этом есть изрядная доля мании величия. В условиях войны как ФСБ, так и служба внешней разведки сконцентрированы на решении контрразведывательных и разведывательных задач. Мне сложно себе представить, чтобы Путин, Бортников или Нарышкин специально занимались российской оппозицией. Российское информационное пространство ими и так закупорено. Оппозиция, если смотреть реально, в целом никакой угрозы для них не представляет. Пора трезво оценить ситуацию и смириться с этим. Если она еще и к тому же борется с коррупцией в ВПК, увеличивает явку на выборах, то тем более. А уж если она еще и борется с эстонской коррупцией и пытается сместить самую последовательную противницу России и союзницу Украины, то за это можно сделать что угодно. Дать орден, либо поддержать Максима Миронова имитацией нападения на жену, или организовать нападение на Волкова, как в известной комедии, где Лелик хотел разукрасить Козадоева аккуратно, но не сильно. В целом, российская оппозиция гораздо успешнее дискредитирует в себя отсутствием модели построссийского будущего и имперскостью. И до тех пор, пока она не станет антироссийской, она в большей степени будет представлять собой сборище лишних людей. Опасность для власти представляют только две сферы деятельности оппозиции. Это поддержка Украины и деятельность по рационализации, деколонизации, распаду России. С этой точки зрения, целью этой провокации смотрится, естественно, Леонид Невзин. А ФБК в порыве глупости или жадности притянули к нему еще и Ходорковского. Однако, опять-таки, руководствуясь исключительно здравым смыслом, сложно представить в себе столь хорошо подготовленную и проведенную операцию, исходя только из этого. Тем более, что исходя из полученного материала, нам понятно, что она проводилась не менее чем в течение двух лет. В таком случае, что могло еще подвигнуть российские власти на ее проведение. Тем более, что Матус вращался некоторое время и достаточно значительно вокруг и Ходорковского, и Невзина. Главной целью операции, на мой взгляд, является дискредитация прежде всего Леонида Невзина и Михаила Ходорковского в рамках происходившего суда в Нидерландах, присудившего бывшим акционерам ЮКОСа беспрецедентную компенсацию. Вред, который российская оппозиция наносит путинскому режиму фонариками, умным голосованием, и даже в полдень против Путина режим может преодолеть. А потерю таких денег точно не сможет. И это еще без предъявления претензий фронтменам Путина. Именно ради этого и имело смысл хорошо поработать шестому отделу. Первое. Нанести ущерб репутации для того, чтобы осложнить работу Невзину и Ходорковскому в западных судах с адвокатами, где репутация является реальной категорией, а не вымышленной, как в России. Второе. Им важно поддерживать свою версию обвинения Леонида Невзина в убийстве. Сложно себе представить, что если бы у российских властей были реальные доказательства, они бы за 10 лет не предъявили их Ходорковскому. Тем более, что есть и решение ЕСПЧ, и новые материалы, свидетельствующие об участии сотрудников спецслужб России в убийстве, которое инкриминирует Невзину. Как минимум, это дослуживает серьезной проверки. Третье. Российским властям было выгодно воспользоваться реальным конфликтами между ФБК и Ходорковским по политическим проблемам и постоянной агрессией ФБК против них по вопросам почти 30-летней давности, носящей такой же избирательный характер, как и российское правосудие против ЮКОСа. И четвертое. Я уже не говорю про человеческий фактор во взаимоотношениях подобных ситуаций. Любой человек может сорваться, пригрозить, но люди, занимающиеся политикой, расследованиями, всегда обладают соответствующей резистентностью к подобным ситуациям или используют их в иных целях. Какой выход из этой ситуации? Есть мнение Гарри Каспарова, есть мнение Александра Гольфарова. Разумеется, следует подождать. И, разумеется, не следует использовать это в качестве прецедента и создавать некие твиттерские трибуналы или суды чести. Разумеется, не следует никому и ничего предъявлять из личных телефонов вне правовых процедур. На мой взгляд, существуют основания для предъявления претензий организаторам этого скандала в лице ФБК. Но это в рамках той парадигмы, при которой ФБК считается частью российской оппозиции. А поскольку есть все основания полагать, что ФБК является составной частью этой провокации, то в таком случае есть основания ходатайствовать перед правоохранительными органами о проведении расследования о возможном участии ФБК в деятельности по распространению влияния российских властей на Западе, в том числе и в среде российской оппозиции. Как минимум, несколько эпизодов участия в кампании по дискредитации «Кайкалос», давления на чешские власти с требованием введения санкций против семьи Бориса Обносова в прошлом году, ситуация вокруг Про-бизнес-банка дают для этого некоторые и достаточно серьезные основания. Это была реплика Виталия Гинзбурга. Исторический календарь. 17 сентября 1939 года началось полномасштабное советское вторжение в Польшу. Пришедшие к власти под антиимпериалистическими лозунгами большевики возродили агрессивную суть Московицкой империи. Правда, отныне свои завоевания соратники Владимира Ленина и Иосифа Сталина норовили лицемерно называть освобождением. Ведь любая советская специальная военная операция против независимого государства происходила по просьбе трудового народа, который якобы не желал жить под гнетом капиталистов. Советское вторжение стало неожиданностью не только для правительства Польши, которое отчаянно пыталось собрать силы на защиту от немецкого вторжения со стороны Запада. Сталинский удар по полякам шокировал всю Европу. Никто не мог представить, что в августе Москва и Берлин заключили тайное соглашение о разделе сферы влияния знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. После оккупации восточной части Польши в Москве организовали и нападение на Финляндию, а в 1940 году аннексировали страны Балтии и захватили Бессарабию. Вплоть до июня 1941 года Советский Союз фактически оставался союзником нацистской Германии, а красные командиры устраивали с офицерами вермахта совместные парады и демонстрировали друг другу всяческое уважение. 19 сентября 1944 года было подписано Московское перемирие, завершившее военные действия между СССР и Финляндией в ходе Второй мировой войны. Выдвинутые советской стороной условия оказались очень тяжелыми, но в Хельсинки предпочли пойти на все уступки ради сохранения независимости. Страна взяла на себя следующее обязательство – вылатить контрибуцию в 300 миллионов долларов в течение 8 лет, разоружить немецкие войска на территории Финляндии. В итоге финнам пришлось начать боевые действия против немецких войск в Лапландии, передать Советскому Союзу область Петсама Петчинга, добровольно уступленную Финляндии советским государством по мирным договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года, как фальсифицировано в документе, отменить запрет на деятельность коммунистических организаций. Возвратить в СССР всех его граждан, в том числе эстонцев и 60 тысяч ингерманланцев. Предоставить СССР в аренду по росту в полк Пуркала на 50 лет до постройки там военной базы и передать Советскому Союзу части Карелии, Карельского перешейка, область Сала и ряд островов в Финском заливе. Как и в 1940 году, Финляндия лишалась десятой части своей территории, в том числе такого крупного промышленного центра, как Выборг, второй по величине город страны. Взамен финны получали гарантии Великобритании о сохранении независимости. Удалось избежать оккупации страны советской армии, а значит Финляндия избежала печальной судьбы из стран Восточной Европы, которые на десятилетия были превращены в зависимые от Москвы территории. В Москве приняли еще одно решение. Если в 1940 году захваченные у Финляндии земли Карельского перешейка были включены в состав Карело-Финской ССР, то в 1944 году эти территории административно стали частью Ленинградской области. Почему нельзя недооценивать российские спецслужбы и как им противостоять? Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале форума «Свободной России» с участием историка, соавтора книги ФСБ «Взывает Россию» Юрия Фельштинского. Невзин и Ходорковский, естественно, являются, я думаю, главными и, кстати говоря, личными врагами Путина. Путин вообще любит выбирать себе личных врагов и ставить перед собой задачу борьбы с ними и их уничтожения. Кроме этого, не нужно забывать, что акционеры ЮКОСа и, опять же, этим процессом тоже руководит Невзин. Как я понимаю, прежде всего, выиграли у Российской Федерации крупнейший иск на 50 миллиардов долларов. И меньше всего, на самом деле, России хочется отдавать эти деньги. Для того, чтобы их не отдавать, нужно в том числе дискредитировать еще и стоящих во главе всей этой юридической мощнейшей пирамиды, которая выиграла у российского государства. Это очень крупное юридическое дело. Вот по этим двум причинам, понятно, Невзин, и я уверен, что Ходорковский тоже, но Ходорковский 10 лет сидел в камере, поэтому его не нужно было разрабатывать, пока он сидел в камере. Но то, что Невзин находится в разработке ФСБ с первого дня после того, как он, избегая ареста, покинул Россию, в этом у меня нет сомнений. То, что в эту разработку вовлечены неограниченные ресурсы и большое количество людей, про многих, может быть, даже, не знаю, не подозревают, что они вовлечены в эту разработку. В этом я тоже убежден. И есть много примеров, на самом деле, которые нам хорошо известны. Есть пример Березовского, с которым российское государство вело борьбу по той же причине, по которой он финансировал оппозиционную деятельность за границей и которого, в конце концов, успешно угробили общими усилиями госбезопасности и государства. Есть операция по отравлению Литвиненко, которая готовилась с помощью, при участии, скажем так, Андрея Лугового. Эта операция тоже готовилась несколько лет, и подробности этой операции нам сейчас уже известны. Есть, в конце концов, история отравления Навального, которая, как мы знаем, тоже готовилась долго, серьезно, с вовлечением больших бюджетных денег и большого количества офицеров госбезопасности. Поэтому мы, конечно, склонны недооценивать каждый раз уровень вот этой, направленной против нас всех, деятельности ФСБ. Но я хочу подчеркнуть, что произошел серьезный сдвиг после августа 1991 года. Все-таки до августа 1991 года страшная организация КГБ, про которую мы много чего знаем, тем не менее работала на советское государство и была под политическим контролем Компартии и существовала на пусть огромный, но тем не менее бюджет. А вот после 31 декабря 1999 года или начиная с 2000 года, скажем так, госбезопасность существует как бы без бюджета, потому что бюджетом госбезопасности является все российское государство. И на самом деле после 2000 года или начиная с 2000 года ФСБ стоит над государством. То есть не как КГБ работает на государство, а наоборот все российское государство работает на ФСБ с неограниченным бюджетом, с неограниченными... А с достаточно радикальными, как мы видим, внешнеполитическими и внутриполитическими задачами. И вот на выполнение всех этих задач направлена вся сила российского государства. Поэтому, ну, в конце концов, дело не взгляно, если мы называем это делом, не взгляно, то это частный случай. И таких уже было очень много в российской, в нынешней, в современной российской истории. Да, ну, насколько я понимаю из ваших слов, целью ФСБ в данной истории является дискредитация, репутационное уничтожение, месть, Невзгляну и Ходорковскому. Удалось ли достичь этой цели? Ну, мы еще не знаем, потому что, как бы, какие-то, ну, не знаю, несколько дней, да, всего прошло. Неделя примерно. Ну, не неделя, да, по поводу озвучивания обвинений. Поэтому мы не знаем. Но задача, безусловно, нанести репутационный вред Невзгляну и Ходорковскому. Хотя, вот, понимаете, я все-таки должен на это обратить внимание. Мы вот все поняли, да, то, что Певчих озвучивала про Невзгляну. Но только там через каждое второе слово почему-то упоминался Ходорковский. Хотя он, ну, вроде бы, здесь, ну, абсолютно, как бы, ни при чем, да, и никаких причин упоминать его вроде бы не было. А тем не менее, он почему-то упоминался. И это, конечно, прямо скажем, подозрительное указание на то, что за всей этой кампанией, да, задача этой кампании дискредитировать не только Невзгляну, но и Ходорковского. Это первое. А второе, это расколоть, ну, и так будем откровенно, не сильно объединенную российскую оппозицию. Потому что, конечно, главная задача и КГБ, советского КГБ, и ФСБ сегодня внести раскол. Потому что расколов противника на разные группы, да, еще и спорящие и дерущиеся друг с другом, в них намного проще внедрить своих агентов, во-первых, и во-вторых, их намного проще поставить под контроль или даже уничтожить. Поэтому это такая, в общем-то, опять же, классическая задача, вот, ГБшная, да, раскола и инфильтрации. Поэтому это то, с чем мы имеем дело, и это то, с чем имела дело всегда русская оппозиция, да, в конце концов, после 1917 года в эмиграции происходило все то же самое, да, инфильтрировались различные организации агентами, уничтожались, ну, при Сталине вполне физически уничтожались, руководители оппозиции, да, похищались, уничтожались, убивались, но это всегда были многоходовые операции, и люди, которым потом давались приказы наконец-то выйти на поверхность, да, и и выполнить задание, и засветиться при этом, да, то есть сжигались агенты, то, что называется, это то, что происходит сейчас, это называется сжигать агента, то есть когда задача по уничтожению цели настолько важна, что ради этого идут на сжигание агента, да, то есть рассекречивают людей, которые работают на госбезопасность, и так было, в конце концов, в случае убийства Троцкого, да, когда агент достаточно давно в окружении, ближайшее окружение Троцкого наконец-то получил приказ убить его, да, ну, поскольку я Троцким занимаюсь, занимаюсь, мне это занимался, мне это близко, да, Троцкого убили, и через 10 дней после публикации его статьи о том, что Сталин отравился, так было с убийством сына Троцкого Марк Спаровский, агент НКВД, был внедрен довольно давно в ближайшее окружение сына, но в какой-то момент получил приказ его убить, Луговой был давно внедрен в ближайшее окружение Березовского, ну, и Витвиненко, соответственно, и в какой-то момент получил приказ убить, и так далее, да, то есть все эти операции проводятся на самом деле иногда много лет до того, как наконец-то реализуется задача по уничтожению цели. Вы знаете, я видел к одному из своих эфиров как раз по этой теме комментарий такой, было написано вот такое, это шутка, как бы, ну, не знаю, есть ли в каждой шутке доля правды в данном контексте или нет, в общем, было написано операция ФСБК, вот, я в связи с этим хочу вас спросить, а в этой истории ФБК удалось использовать ФСБ для достижения своих политических счетов, для сведения счетов с Михаилом Ходорковским или ФБК, ой, ФСБ использовало ФБК для того, чтобы вот как раз репутационно размочить и дискредитировать нервные Ходорковского? Ну, вы знаете, мне не очень хочется, будем откровенны, вставать на такую простую дорогу и говорить сейчас, да вы знаете, там ФБК просто вот завербовано госбезопасностью, они инфильтрируют, это вообще типа филиалы ФСБ, и вот поэтому происходит то, то есть, мне на этот путь не хочется вставать, да, поэтому я не буду этого делать, но на что, безусловно, нужно обратить внимание, и тут мы вынуждены вернуться к фильму «Предатели», да, что в фильме «Предатели» на самом деле сделана попытка, как сказать, получить голоса российских избирателей, то есть, вот основная проблема ФБК, как мне кажется, да, ну, политическая проблема, заключается в том, что они до сих пор борются за голоса российских избирателей, это, кстати, была главная проблема, будем откровенны, из позиции Навального, потому что вот все его заявления про Грузию, все его заявления про Крым, да, в основе этого было как раз все то же желание не потерять голоса российских избирателей, которые в какой-то момент будут голосовать, и поскольку была вера, ну, ошибочная, допустим, да, но тем не менее была вера, что вот этот момент, когда российский избиратель наконец-то получит возможность голосовать за нового президента, вот она существовала, да, Навальный и ФБК вот боролись за голоса этих избирателей, да, как если бы участвовали в выборах, которых на самом деле, как мы знаем, нет, не было и в скором времени не будет, и то же самое, к сожалению, вот мы увидели в фильме «Предатели», да, то есть там единственный положительный герой был Зюганов, и причина, по которой из Зюганова сделали единственного положительного героя, заключалась, я уверен, совсем не в том, что первые любят Зюганова, Зюганова как политического деятеля, а в том, что была как бы предпринята попытка таким образом получить голоса зюгановских избирателей, да, вот сделав из него положительного героя в этом фильме, и как бы подчеркивая, да, что вот ФБК в этом вопросе на стороне Зюганова, поэтому вот точно так же, как Кремль, как мне кажется, абсолютно устраивало, при том, что была, безусловно, личная ненависть Путина к Навальному, тут нет вопросов, да, для Путина всегда важно иметь личного врага, которого он хочет уничтожить, да, Березовский, Литвиненко, Навальный, но вот всегда этот личный враг, Немцов, да, но вот всегда этот личный враг должен существовать, потому что, ну, ему просто некомфортно, когда вот нет человека, которого, которого он вот сейчас планирует убить лично, да, но при этом позиция Навального, ведь на самом деле Кремль абсолютно устраивала, потому что если основная проблема России заключалась в том, что России управляют воры, то это абсолютно как бы идеальная ситуация, да, потому что на этом, на самом же деле можно получить голоса избирателей, действительно, потому что кому нравится, что Россия управляет воры, но это заявление не представляет никакой угрозы для ФСБ, да, она не объясняет проблему современной России, она не объясняет на самом деле в чем опасность Российской Федерации и для самой России, кстати говоря, да, как мы видим, и для всего остального человечества, да, потому что если Россия управляет воры, то это вообще самая маленькая проблема, потому что с ворами, которых интересуют деньги, пусть даже большие деньги, очень легко договориться, в том-то и дело, что Россия управляли не воры, а госбезопасность, а вот с ней уже договориться нельзя ни за какие деньги, это то, свидетелем, чего мы являемся, вот уже крайней мере два с половиной года, если иметь в виду, только в феврале 22 года назначилась вот эта вот опасность, которую нельзя ликвидировать ни за какие деньги, находятся, кстати, благодаря безумные деньги абсолютно всем, и России, и Украине, и всему остальному западному миру, в том-то и дело, что Россию управляли не воры, поэтому позиция Навального очень устраивала, сам Навальный не устраивал, потому что он был популярен и был конкурентом на власть, а с конкурентами на власть, как мы знаем, Лубянка, Кремль, Путин, администрация президента борются одним способом, как в случае с Немцовым, как в случае Навальным, этих людей убивают, то есть конкурентов на власть в Кремле на должность президента в России убивают, но при этом, конечно, сам Навальный с точки зрения политической программы угрозы для Кремля, как мне кажется, не предоставлял, и в этом плане фонд борьбы с коррупцией никакой угрозы для Кремля точно не несет, вот никакой, потому что политическая программа фонда борьбы с коррупцией, ну, ничего, имеет нулевой шанс на успех, на победу, и на самом деле ничего не объясняет с точки зрения понимания и борьбы с теми опасностями, с которыми мы столкнулись. Дмитрий Медведев на этой неделе предложил опубликовать персональные данные врагов, кого они считают врагами, соответственно. Вот в контексте этой истории, которую мы с вами обсуждаем, стали ли звучать вот эти слова Дмитрия Медведева опаснее? Насколько сейчас более велик риск каких-то провокаций, нападений на представителей протестового движения за рубежом? Ведь теперь, наверное, у людей, которые, у рядовых активистов, не дай бог случить какой-то случай, в голове мелькнет мысль, а может быть, это опять свои между своими? Ну, это, безусловно, одна из задач, которая была, да, вот одна из задач по, скажем так, операции по дискредитации невзгодно назовем это, заключалась и в том, что да, теперь про любое следующее, там, убийство или покушение, можно будет предположить, да, что это не ФСБ, как мы, там, по определению всегда готовы считать, а какие-то другие силы. Я не думаю, что это в буквальном смысле, вот, прямо так будет срабатывать, да, потому что, тем не менее, для того, чтобы устранить противника, как правило, госбезопасность использует своих собственных сотрудников, ну, либо госбезопасность, либо ГРУ, да, в зависимости от того, по какой линии организовывается операция по устранению. Будем откровенны, за рубежом количественно, не очень много случаев убийств, и будем надеяться, что, скажем так, никакой волны по устранению оппозиционеров не увидим. Все-таки, да, но, конечно, как мы видели на примере операции по обмену, не знаю, как сказать, заложников, политзаключенных на Красикова и компанию, понятно, что этот метод госбезопасности будет использоваться. То есть, теперь не то, что раньше были сомнения, потому что, в конце концов, был до этого убит Яндарбиев и тоже вытянули довольно быстро назад офицеров госбезопасности, которые участвовали в этом убийстве. так что понятно, что даже если преступники, убийцы из спецслужб Российской Федерации не успевают уйти с места преступления, потому что как в случае Литвиненко, да, и в случае Скрипаля, да, поскольку использовались яды, то было достаточно времени, чтобы уйти с места преступления и оказаться уже обратно в России. Даже если они ловятся с Поличным, как в случае Красикова, то абсолютно все эти люди теперь точно знают, что рано или поздно их выменят, потому как возьмут определенное число заложников в Российской Федерации из числа иностранных граждан или даже российских граждан, и непременно их обвиняют. Это, конечно, порочный круг. Вы слушали трансляцию стрима с участием Юрия Фельдштинского на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что очередной 13-й Форум Свободной России пройдет в Вильнюсе 4-5 октября. Форма для регистрации участников размещена на сайте и в медиафорума. Репост вы можете найти в телеграм-канале нашего радио. До встречи на форуме в Вильнюсе. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok